здравствуйте друзья вы на канале садовая терапия и с вами я ирина сегодня хочу показать свой сад показываю свой сад на 6 августа 2020 года но это небольшой обзор и только-только розы начали раскачиваться после жары вот вторая волна цветения началась сразу же начала с розы он за штат росток очень красивая роза но я ее прям долго-долго выхаживала после нашей жары вот у меня два саженца и оба я прям вот еле выходила очень красивая роза у нее большой потенциал ну надеюсь она будет хорошо у меня расти развиваться раз уж оба саженцы у меня все-таки пошли в роз также вот хочу показать розу джаз я высадила ее большое кашпо очень красивая необычная роза она почвопокровочка вообще-то считается это тантау где-то в начале 20-х годов 1907 что ли год у нее эта роза имеет сравнительно низкие плетистые кусты которые по идее должны стелиться по земле и она вся покрыта мелкими бутонами но вот пока у меня вот так вот она себя показывает кустик только вот первого дачка рядом розочка также в кашпо стефани баронинцу бутенберг у меня четыре куста такой розы в саду это тоже роза тантау 2010 года такая кремовая снежно-розовыми цветочками с возрастом они вот выгорают почти до белого розочка невысокая сантиметров 60-70 так заявлено цветочки небольшие но очень нежные красивые ну и другие розы у меня здесь которые не цветут я уже не буду о них рассказывать там много роз которые это лавандер айс и оливия и клематисы вот продолжают цвести президент и тайга с одной стороны там розы винчестер кафедрал с другой стороны strawberry hill и эглантин который вот вы видите бутончики уже у неё окрашены у эглантин окрашенные бутончики strawberry hill у меня уже отцвела кашпо вот это готовится к цветению здесь красивая гортензия здесь три куста я ее удобряла показывала даже вот видео у меня было какими удобрениями я удобряла что я чем подкармливала красивая кто-то мне написал что она не похожа на skyfall но я вам хочу сказать что это точно skyfall гортензия здесь вот начинают только зацветать и маленький кустик однолеточка розы ice for you очень такая она нежная красивая у нее тоже большой потенциал очень она мне нравится она мне чем-то вот так по окрасу напоминает древовидные пионы очень люблю такую вот расцветку нежная красивая но пока еще у меня не такая обильная она здесь рядом diamond ice тоже розочка она маленькая миниатюрная но тоже вот пока вот пару цветочков она у меня до этого выдавал и вот сейчас видите пару цветочков у меня два куста такой розы посмотрим как дальше будет разрастаться и вести себя также розочка вилдив это роза дэвида остина долго долго она раскачивалась прошлой весной я ее посадила и только-только вот она у меня начала зацветать как-то вот видимо она наращивала массу может быть корнилая система у нее там росла тут вот императрица фарах восточный экспресс ну вот этот цветочек уже он доцветает а там еще есть бутоны ну как-то в этом году вы знаете вторая волна очень долго роза раскачивались вот только-только обычно к этому времени вторая волна заканчивается и роза потихоньку начинают готовиться к третьей волне а тут вот это оранжевая роза она очень красивая но я не знаю его имя к сожалению но хотела бы узнать вот если кто-то узнал такую розочку может есть у кого-то эту оранжевую роза она мне очень нравится и вот четвертый сезон она невысокая такая вырастает но красивая такая здесь все узнали розу ностальжи тоже какой-то бутон там вот отцветшие какой-то только зацвел цветочек ну вот вот так вы знаете сад да он живет своей жизнью но вот от этой жары я конечно тут люди страдают мучаются но растение тем более здесь зацветает розочка александра в кент и польстав рядом там же в этом цветнике роза баронесса но она там вот отцвел уже цветочек в общем от этой жары розы очень быстро зацветают и отцветают цветочки держатся но два-три дня ну четыре максимум но между прочим кентская вот александров кент она долго держит долго она у меня и весной когда зацвела она ну неделю наверно точно держала свои цветочки но сейчас опять зацвела кустик этот я высадила весной хорошо себя показала эта роза в наших южных садах при такой жаре здесь вот замок шаверни розочка французская дель бар очень красивая я ее люблю там два куста рядом нежная такая очень интересная и вот рядом с таким фиолетовым клематисом красиво смотрится на этот клематис он я не знаю он он бесконечный вот он цветет 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 он поздно зацветает по сравнению с другими клематисами но цветет ну ну просто вот он еще будет свистеть свистеть и прям до осени и рядом вот розочка замок шаверни интересная такая здесь у меня роза аспирин она тоже еще маленькая только вот была высажена но уже видите такие цветочки у нее симпатичные хорошенькая мне очень нравится эта роза у меня два куста розы аспирин в одном месте кустик что-то сидит какой-то он он рядом с розой айсберг у меня там и что-то он притормаживает а здесь розочка имя которым я все-таки нашла это king's pride очень красивая роза когда она полностью распустится вот в полном распуске будет цветок я обязательно ее сниму это king's pride ну и вот таким вот образом я прошлась по саду там вот зонтик который прикрывает мои новые посадки удивительно но все розы выжили в этих кашпо вот в этих трех кашпо но в одном кашпо у меня две розы пропали да бывает и такое у нас бывают и разочарования и какие-то печальки наши садовые хлопоты и печали ну что поделать ну я так знаете сначала расстраивалась потом подумала что не надо расстраиваться уже как есть роз в саду достаточно дай бог вот за этими за всеми около 300 кустов все их выходить и поухаживать что все было хорошо я вот кстати мою многострадалицу розу дэвида остина эму гамильтон вот еле ее выходила я так за нее переживала уж просто я ее и ради фарма мы чем только не обрабатывала пошла но вот посмотрите что у нее от жары и вы видите вот что делает наше пекло с розами как у него горят лепесточки а а это уже пошла от нового молодого стволика красивая розочка пошел цветочек распустился ну я не знаю здесь еще может быть зонтик помог который в кашпо растения прикрывал и потом чуть-чуть притенял эму гамильтон но все равно до того как этот зонтик я там установила видите как лепесточки то нам горели очень жаль но я рада хотя бы что я выходила эту розу ну вот на сегодня такой небольшой обзор сада сада с розами которые только-только начинают цвести вот второй волной цветения на ближайшие дни я вызвала помощников опять же я уже вызывала на обработку сада я вызвала помощников сделать вторую обработку в этот раз буду обрабатывать эридамил голд ни с чем его смешивать не буду его смешивать нельзя ни с чем 25 грамм на 10 миллилитров воды он разводится эридамил голд сделают обработку эридамил голд высадим еще несколько розочек которые вот у меня стоят в контейнерах там около 10 роз но это уже остатки уже вот все уже остатки а через пару дней я попрошу их и прийти обработать вертимеком и планта фолом потому что на следующей неделе я уезжаю меня не будет две недели то есть и мои розы останутся без меня на целых две недели поэтому я хочу вот подряд несколько обработок сделать ну конечно дети будут проливать наблюдать как и что но все-таки мои розы останутся на какое-то время без меня поэтому сейчас хочу максимально все сделать чтобы все с ними было хорошо ну и вот для любителей golden celebration розочка зацвела второй волной цветения на этом я с вами прощаюсь всего вам доброго друзья спасибо за внимание к моим видео к моему каналу спасибо за отзывы комментарии за то что делитесь своим опытом и до новых встреч конечно пока пока субтитры сделал DimaTorzok